Здравствуйте, меня зовут Денис Карпегин, я врач-хирург, и сегодня мы с вами снова поговорим о теме острый аппендицит. Давайте сегодня разберемся в методах диагностики данного заболевания. Помните, при любом подозрении на аппендицит или болях в животе не стоит принимать таблетки и заниматься самолечением. Обратитесь к врачу. Для начала вы пройдете осмотр. Тщательный сбор анамнеза уже позволит врачу наполовину установить ваш диагноз. При этом специалист обращает внимание в первую очередь на боль, а также на вынужденное положение тела больного. Пациент старается принять положение на боку поджатыми коленями грудной клетки. Далее врач будет пальпировать ваш живот. Для острого аппендицита есть ряд симптомов, которые практически с 90% вероятностью позволят выставить данный диагноз. Однако для уточнения диагноза может понадобиться ряд исследований. В первую очередь анализ крови. При данном заболевании заметно растет количество лейкоцитов в крови, что свидетельствует о воспалительном процессе. После этого, если у врача остаются сомнения, он может назначить УЗИ исследования брюшной полости, на котором также видны ряд симптомов, характерные только для острого аппендицита. Если после ультразвукового исследования у врача еще остаются сомнения, наиболее информативным методом будет компьютерная томография. Когда данный диагноз выставлен, незамедлительно стоит начинать лечение. Единственным способом решения этой проблемы является оперативное лечение. Однако при развитии технологии сейчас это уже звучит не так страшно. Но об этом мы поговорим с вами в следующей передаче. До свидания.